Всем привет, народ! Что сейчас происходит? Во-первых, я не выспался, во-вторых, мы играем в Fallout 4, в Nuka World, ребята, у нас последняя миссия, но известная мне, скорее всего, там еще что-то будет. Скорее всего, противостояние банд еще произойдет, я хотел сказать, стай. У нас тут есть... Банд обозванием стая, поэтому будет автология. Ладно, давайте пойдем в мир свежести. На самом деле, это завод по производству ядер-колы. Блин, тут войти бы еще надо... А, я вижу дверь. Значит, здесь все вокруг завода по разливу ядер-колу, значит, здесь завод по разливу ядер-колу. Ну, ладно. Давайте начнем с помеченной двери. Ну, свежести. А, вроде зашли, ребята, вроде зашли. Почему Евген не выспался? Евген пытался сделать Гарри Поттера, в итоге он записывал его 50 минут, и в итоге все зря, потому что запись подвела. Вот так вот, да. Вот такое бывает. Ну, и потом я еще смотрю Мэддисон. Вот так вот сегодня надо раньше лечь. Сон для меня важен. Понимаете? Для меня даже важен не сколько я сплю, а когда я сплю. То есть, я лег после трех часов ночи. Для меня это очень-очень плохо. Кому-то все равно, когда спать. Не, нет, для меня это... Ну, как бы, знаете, это даже не выбор, это то, что ты просто тебя чувствуешь хуже, когда спишь не в то время дня. Ребята, у меня ку... Нет, стой, у меня не очень много ядерных мини-зарядов. Давайте не будем их тратить. Я хотел сказать, у меня их много, давайте я их просто сорью все, ну ладно. Ну и да, на самом деле, я снимал ролик, монтировал, там много чего я делал ночью. Ну и к тому же меня стимулирует то, что Лиза, как бы, ложится очень поздно, вообще в 3, а на 6 утра ложится. Как бы, я не знаю, как она себя чувствует нормально. Я нет, у меня просто все болит. Хотя, вроде бы, спал, спал 7 часов, но мне очень плохо. В отличие от того, если я буду спать даже с 2 часов ночи, с часов в 6, я бы наваляюсь. Черт! Да, больше калорий, черт возьми, больше храбов. И гребаная перезарядка, которая, как всегда, меня гробит в любой игре. Давай, ехать. Все. Во-первых, нам нужно убить тебя, во-вторых, надо убить тебя. В лицо, в лицо храбу. Храбе, получай в лицо. Убили. Добро пожаловать в жестокий мир Фоллаута, где даже мясо болотника является деликатесом, потому что болотнику еще надо поймать. Когда там Нюка-Кола? Нюка-Кола это аллюзия на Кока-Колу, которая в Америке довольно популярна. Ну, как и у нас. Я Кока-Колу не люблю, как и Пепси, я считаю их слишком сладкими. То есть, я вообще их пить не могу. То есть, понимаете, но мне неприятно, там как будто ты чистый сахар пьешь. Разжиженный в чая. Сорян, что не даю послушать, но... Где моя усидчивость? Ах, да, я потерял ее ночью. Полотенец, касса обратно. Давай-ка пойдем ос... Ой, смотрите, крабоходник. Черт, какая стремная. Реально здесь очень стремный насекомый в этом DLC. Как вам кажется, ребята? Мне кажется, я стремнее, честно, не вижу. Это голова, поскольку где у него голова? Это голова? Я думал, это голова. Правда, бьем в то, что здесь называется голова. Нет, надо бить еще. Может, критически удастся замутить. Блин, огню ку-колу-то горит. Просто когда в воду бросаешь, молотов там горит не так хорошо. Возможно, тут есть алкоголь. Интересно, а в коле-то реально есть алкоголь? Я никогда не задумался. Ой, черт, этим мясо здоровье, но все неладно. Пока нас не убили. Кушаем лихоцветы, кушаем мясо болотника с мягким панцирем, мясо кровочервя. Я понимаю, что мы тут радиацию сейчас зарабатываем таким образом. Блин, что ты будешь делать? Ой, черт, возьми. Оно подошло ко... Именно оно ко мне подошло близко. Не она, не он, а оно. Да какая стрёмная. Реально, они тут такие противные. Мне просто хочется глаза закрыть. Я очень не люблю насекомых. Ну как, я не то, что прям боюсь. Как видите, я еще не ору, как девочка от видо этих насекомых. Но мне они не нравятся. Ребят, среди вас есть те, кто любит насекомых? Если такие есть, пожалуйста, объясните мне, как их можно любить. Может быть, я чего-то не понимаю. Так, это не томовые, это... Ну, хотя, нормально. Сейчас даже. Психо еще. Где у меня тут... Симулятором конемся. Ясно, ядер кола. Блин, а, понятно, что они такие имбовые. Они перепили ядер кола. Это, по сути, все эти черты. Кто ты такой, ядер краб? Как обычный краб, только ядер. Что нравится? Ну, пропил ядер кола. У тебя есть мелкие крабы. Ну, ты быстрый. Давай, отбегаем, отбегаем. Сорян, Гейдж, я не хотел. Я хотел, но не в тебя попасть. Как хорошо. Я вижу, что... Я вижу, что твое противное лицо. Хмырь! Наш команд... Можно, знаете, на лицо над командой? Какой? 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 Черт, нет, так много что-то стало. Блин, Гейдж умер. Не, он не горит. Я там... Черт, че-то... Естество... Сгорелось. Черт, мне уже что-то получше. Не сумасон, и гейдж. Дробовик, отлично. Получай, дроби в живот, черт. Нет, не очень эффективно, честно говоря. Гейдж валяется с двух укусов. Да, у нас есть какая-нибудь гренка, импульсная мина? Может быть, карабинкаус, креоген... О, креоген. Нет, это не поможет, а скотч, идеально. Уходим, уходим. Блин, чем же их брать-то, они неубиваемые? А, смей, мы их убили. Нет, этот жив? Нет, это жив. Так, идем, идем, топай, топай! Пожалуйста, так, что у нас есть? Десяти... Давайте его возьмем. Вы по заводу... Ты еще жив? И тут, что, Матрон еще появился, и он зажал меня в углу. Ладно, его убить не так трудно. Я выжил! Черт возьми, вот это экстрим, ребята. Вот это... Это прямо сейчас жестко стало. Так, это ОД я устал. Черт возьми, я совершенно не считаю, что устанавливают, что. Почему? Потому что раньше не было устанавливающих ОД. У меня всяких элементов. Оптическое влаку, но... Мне поработка вообще нужна, чтобы оружие сделать, ядерный материал. Не пить темную ядеркулу, а почему ее нельзя пить? Если вы хотите забереть. Мне интересно, это какой-то российский прикол, что ли? Темную ядеркулу пить нельзя. Вот я пытаюсь понять, это российский прикол или... Все, да, мне уже руку вознесли в моей броне. Ладно, этот бластер-то лучше, что у нас есть, на самом деле. Ну, правда, тут еще есть штурматрон, почему-то стали лезть. Видите, где они раньше были? Почему они не трогают этих зверей? Типа, ядер-краб это не угроза. Я это угроза. Объясните мне логику действия штурматрона. Что-то их несколько. Ой, черт, тебя в задницу. Пожалуйста, возьми вот это. Интересно, реально откуда-нибудь. Так, хорошо, идите сюда. Ой, 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 зажали, зажали, ой, зажали, ой, зажали. Видишь, что в фоллауте тебя зажимают? Так, ритом его. Просто вмашем он. Я такой, в шляпе, в очках его, блядь. Получай. Так, медь, еще проводка и алюминий. Так, хорошо. Еще проводка. Походу, они отсюда полезли. Ну-ка, давайте посмотрим, что тут инструкция для персонала, сценария. Я думаю, что там полезно будет, но нет. Кто-то там есть. Не заживай, он так класс. Что-то кто-то еще есть. Пошли сюда. Ой, чертов штурмотрон. Вот для чего нужна еда. Еще не шмешневый немного. Давай, ингибитор боевого режима. Да, ему не нравится, как стреляет в ингибитор. Мне очень всегда нравилось слово ингибитора. Я не знаю, почему он звучит очень странно, но при этом забавно. Хороших материалов. Ну, пошли с тобой, да? Пойдем. Пойдем, Джонни Кейдж. Нам еще предстоит порвать задницу. Отлично. Все, ребят, мы справились. Больше паразитов тут не будет. Открываем дверь. Вообще, я бы сказала, это самое все-таки какое-то такое необычное. Далсина, но все-таки занудно. Мне кажется, захват территории и Далсина. Я не знаю, мне сюжет все-таки. Мне кажется, сюжетки могут быть получше. Вначале было прикольно, когда нас как вводили в курс дела, там, сюжетом и так далее. Типа, к чему это все? Это, конечно, было забавно, но... Мне кажется, сейчас как-то все немножечко скатилось. Куда ты стреляешь? Куда? Понимаю, что ждать многого не стоит. Ну, слава бога, они мажут жестко. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Ооо, избавились. Тут еще какой-то проход, стеклянная мисочка нам не нужна. Тут что-то можно сделать? Может быть. А может быть и нет. Кейдж, походу, прикорнуть решил. Оружейный верстак. Ооо, сейчас бы с оружием повозиться. Ну ладно, это в следующий раз. Ну-ка подберем что-то полезное. Патрончики. Еще. Ух ты. Удобно. Ну и где Кейдж? Ладно, его, скорее всего, краб завалил. А я, скорее всего, завалю краба. Так, ребята, нам нужно что-то сделать с оружием. И немножечко что-то еще. Может мне взять... Я знаю, что мне нужно взять, ребята. Нам нужно что-то... Карабин Гаусс, это не совсем то. Карабин. Так, где у меня здесь было? Где-то... Не толстяк, а гранатомет. Или я путаю. Вот что у меня было. Самое оно. Тогда же ее надо выйти. Пожалуйста, не промажь, но это, блин, гранатомет. Патроны, дорогие. Не стой так долго после выстрела. Мы вышли в ядермер. Да, походу, да. Просто, понимаете, эти крабы, они просто берут и идут на тебя. И наседают, и наседают, и наседают, и наседают. Плохие крабы. Плохие крабы. Ладно, я тебя выпью за любовь. Поганые крабы. Поганые крабы. Что ж ты делаешь? Объедини они за мной, пошли! Мне урона больше надо, чем этим крабам. Пожалуйста, ты уйдет меня. Прошу, краб-охотник. Ел, дэ мало. Ой, ладно. Так, у нас гранатомет должен носить больше урона. Видимо, это в моих мечтах. Так и останется. Пожалуйста, хоть один раз-то вмашем в голову. Как бы, ему как будто все равно, что, так знаешь, у него из гранатомета попали пару раз. Вокруг территорию, наверное, будет проще чистить. И тут вода, кстати, такая чистая. У меня нога сломала. Удивительно, когда ты расстреливаешь из гранатомета. Что-нибудь у тебя, конечно, нога сломается. Возможно, когда ты расстреливаешь из гранатомета себя. Блин, он такой противный, сдохни, насекомая. Как же, не люблю насекомых. Мир, пусть, 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 детьми в мир смежности. Прикольно, знаете, забавно, что здесь нет двери. То есть, тут ты просто проходишь в туннеле. Загружает все эти локации. Загружает все эти локации. Еще довольно забавно, что кто-то строит теорию, что мир Fallout и мир The Elder Scrolls, это один и тот же мир. На самом деле, это реально довольно забавно. Ребята, кто так же считает, кто считает, что это один и тот же мир. Я могу сказать, что, ну, в принципе, нет, это нереально, потому что это Мриэль. Знаете, наша родная земля, это разные вещи. Потому что, по сути, чем является мир Fallout? Это наша земля, только немножечко выжженная. И, как так, с альтернативным внешним видом. Ну, получай. И ты тоже. Гейдж тут, походу, где-то почил, ребята. Надо будет поискать. Я думаю, он где-то тут валяется, мы его найдем, скорее всего. О, здравствуй. Лодка, которая утонула в дерьме. Так, ну-ка, кого тут пристрелить? Не знаю, разумно ли использовать револьвер для расстрела. Вот, черт возьми. А вот тебя разумно расстрелить из револьвера. Сейчас критом. Я убью этого краба, блин, критом. Здесь откуда он вылез? Криты. На самом деле, грены их нормально, потому что они, видимо, под брюхом взрываются. Хорошо, ребята, еще стимулятор. Блин, это все потрачены на этих тварей. Хорошо, укрепленный карабин. Это все пусто. Это не пусто, но мало урон. Он так, плазменная граната, отлично. Мне подойдет криогенная граната, у нас только одна. Какое оружие сейчас бы взять? Боевой дробовик. Что сейчас можно? Ну, может, бластер чужих, но он такой. Эти дубины, короче, дубасите. Пожалуйста, взрывайся, взрывайся. Ну-ка, врежь крабу. Мы ждем сонаравных, как бы. Краб дерется своими клешнями, я держу своей клешней. Он здесь ударит меня, не может. Мне нравится, как я его бью. Да, понравилось. А ну-ка. Он еще смеет ответный, ответный, ответный меня бить. Лучший краб, лучший крабешник. Давай. Все броню, блин, поломает. Он уже мне сломал ногу. И руки, и вообще всего меня. Убили, наконец-то, ребята. Это было что-то, ладно. Где гейдж? Ладно, дальше будем идти. А, есть, здравствуй. Что такое? Что за есть? Что-то он тут завис, кстати. Ладно, он тут стоял тупо меня штанцы. О, смотри, тут внизу что-то есть. Опа, опачки, бронька. Ага, а как не пройти? Понимаете, это уже интересно. Я вижу броню. Ой, черт, 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 стреляют. Я не знаю, кто его побил, почему этот пулемет побит. Да, это так героически выглядело, когда я из револьвера взял. Ой-ой-ой, Мина, Мина. У меня, ну не у меня лично, а вообще был у нас чувак в школе, его звали Мина. А фамилия у него была Мата. Складывалось от всех Мина Мата. Это было странно. Но он был из Индии, так что все нормально. Мы еще с Лизой как гуляли, я поражался, ну не я лично, мы вместе с Лизой поражались, тем, какие крутые общежития здесь в Смоленске, у физкультурников, и еще у кого там крутые общежития были, по-моему, у медицинского факультета. Это вообще, ну знаете, крутые, крутые. Там где Лиза училась была намного хуже. Кто стреляет? Что-то мне не нравится мой револьвер, ребята. Ну да, вообще, у кого-то же должна быть к нему уязвимость. Пока я не вижу способа открыть. Да, бей его, я пока по туловищу пару раз бабахну. На самом деле, туловища у него вроде как больше. Хотя я просто и в голову нормально. Опять перезарядочка. Ну-ка, опять, да, я знаю, это боль, это боль. Ну-ка, так, хорошо, теперь берем то, что нам уже помогало в наших начинаниях. Что-то именно здесь она научилась меня бить. Сейчас будет при том таким, мазок. Блин, у меня тоже сменит. Ну-ка, перестал. Вот это просто пробивание было. Вот каждый раз бы так. О, крышка. Просто он бьет активнее как-то. В машину уже как следует. Что-то в Ацме одну один рот показало, а так то урон другой. Ой, ну у этого бронька не такая крепкая. Вот от того он и разлетелся на куски. Там бы броньку подобрать новую было бы круто. Как это ОЗ восстанавливать? Все, вставай, Гейдж. Каникулы кончились. Кстати, костюм сейчас есть. Слышка мелких побить нереально так. Я не могу, например, сейчас ничего сделать. Гейдж, давай ты сам. Невидимый ядер краб? Блин, Гейдж такой слабый, да? Даже ядер краб развести не может. Так, хорошо, нам нужно как-то пройти вниз. Просто он как. Тут все затоплено, а как мне спуститься вниз? Где же должен быть проход? Может быть, через какие-то туннели служебные? Это самый реальный вариант служебный туннель. Давайте пойдем в служебный туннель. Не факт, что мы здесь куда-то поводим. Может, тут есть другой служебный туннель. Ну, здесь мы не ходили, по-моему. Или ходили. В этом случае, пойдем. Блин, врежь! Ну, врежь ядер краб! Хорошо. Сюда мы не пойдем. Разве больше вкус и кофе. Что тут такое? Пожалуйста, можешь еще и сбить? Молодец. Фу, мы куда-то попали. Так, отлично, это прогресс. Нам сказали, что вот этот голубой свет, походу, реальные какие-то квантумы. Не дался из системы, сообщите. Ладно, хорошо. Нету так нету. Может, дверь открыть? Может, сейчас костюмчик мы получим? Макс Лок. Ну, что, открыто? Замок диактимента. Хорошо. Хорошо, где он? Как эти системы хоть как-то работают? После стойких лет. Кстати, да, я эту панку давал. Здесь, случайно, ничего нет. Ладно, вроде нет. Тут крабик, блин, он стоит и ждет меня. Это же живой краб. Нет, это не живой краб. Атомат, ядер, смешивание. Смешивание. А-а-а! Значит, здесь есть охрана. Это уже стремно. С кем ты перестреливаешься там, Гейдж? Куда ты попал? Пропал. В лес. Крышка. Ну-ка, откроем здесь себе лишнюю дверь. Чтобы от то, мало ли что. Дверь открываться будет? Алло. Открыть. Видимо, надо ждать. Ждать, ребята. Главное, отключен действий. А, поэтому тут блокировка. Я за машиной закрыта. Продготовление пищи. Крышка. О, круто. Надо будет пищу приготовить. Так, стелф текст? А-а-а! Там штурмотрон наверху. Попробуем его мазать немножко. Попробуем его мазать немножко. А-а-а! Это все из-за квантовой. Мы проломили стены их логови, и они полезли наружу. Проступили на одну из этих парятых, как тварь мне ногу отпустила. Рядовой Клэр меня спасли, затем я отправил ее в лагерь. Ну, наверное, помощь не придет ее в другую. Я знаю, что можешь ее отчерпить, за закуской любой кофе, я не стану, был капрал Дауни. Все, это конец. Кажется, штурмотрон! С ними только так, ребята, к сожалению. О, мы зачистили зод. Все, серьезно? Больше здесь нет никого больше? Кто мог дать нам, предоставить нам угрозу, быть нам угрозой? Никого, что ли, нет? Ну и круто. Кроме турель, на самом деле. Кроме туреля. Кто целит по мне? Какой-то здесь свет прожектора. Очень хотелось бы пройти туда, к Броньке, но, блин, я не уверен, как. Так, я не знаю, как. Так, тут мы, по-моему, пришли, получается, отсюда, да? Нет? К тому спуститесь. И Гейджи не видно, опять пропал куда-то. Ну, куда-то наверху. А, Гейдж, здравствуй. Вот, пришел. Наконец-то. И патрон... Гейдж, ты куда побежал? Дайте за Гейджем побежим. Он обычно знает, где враги. Нет, видимо, не в этот раз. Ладно, пойдем наверх, а то мы тут вроде наверху так и не побывали. Что тут находится? Они что-то все сюда бегают. А, это самый терминал. Мы сюда не пошли, мы спустились в прошлый раз. Ну, давай-ка осмотримся. Ядер мир. Ну, ладно, раз здесь больше ничего интересного нет, пойдем. Раз мы зачистили все. Посмотрим, что там дальше. Блин, сейчас. Боже, чихаю постоянно. У меня аллергия на жизнь. Я постоянно чихаю. Везде. На том, что пнешь, у тебя все чешется, ухо чешется, например. Жесть, постоянно чешется ухо на уши. Чтобы, ребята, на уши как было удобно, они должны быть мягкими. Это важно. Я тоже не могу носить какие-то жесткие. Ну, как бы я могу носить, но у меня уши отлично. Если это какие-то жесткие. Знаете, обычно, как шумоподавление частенько делают на ушках. Просто делают их более прижатыми к голове. И они тебя прессуют голову. Но при этом, да, они... Как бы шумоподавления в них работает. Гейдж. Извини, мужик. Эти крабы мне осточертели. Они вышли против ядерного срыва. Что это за существо? Я не уверен, что это за существо творится. Кот, король ядер крабов, что это за херь? Блии. Эх, нет. Ох, я съели, успел врубить что-то. Что это было такое? Вы видели? Это король ядер крабов. Мне что-то немножко страшно стало. Куда я вообще попал? Так блестящий дубин. Вот дубиной будем драться. И он меня сейчас... Он меня сейчас убил. Что интересно. Ну, у него удар 20 сносит. У меня здоровье не восстанавливается так быстро. Потому что здесь не мгновенно восстанавливается, а так наращивается. Ну-ка. Надо сразу взять что-то эффективное. И давайте наверх пойдем. Так, хорошо. Что у нас есть? У нас есть 31. Черт возьми. Фига себе. Это, блин, это не король. Это гепард какой-то. Гейдж, бей его. Прости, Гейдж. Если я бы не пришел, я бы шарахнул по тебе за рядом. Все ради выживания. Меня как вида. Так, хорошо. Возьмем блестящую дубину. Нет, ничего зазорного. Я, чтобы бить крабов блестящей дубиной. Ну, я так считаю. Хорошо, мне бы тут мотов пригодился. Я не знаю, как он меня, видимо, попытается повлиять таким образом. Черт, тебя так. Хорошо. Пойдем импульсную мину. И нам нужна помощь, ребята. Ездят колопай. Отлично. Да, ребят, идите. Сюда. На крышу. Черт, тебе тут стремно. Что у нас есть? Что у нас есть? Вот это. Дрововик. Ребятам кофе, как просто убежали. Вернитесь, черти. Ну, мне должно быть пофиг, как по-моему, с этой. И просто взяли, развернулись в такие, типа, нам все равно. Возьмем крабинголоса. По-моему, и я так не напрягаю. Хотя, ну, ладно, он где-то лучше, чем другое оружие. Так что-то в плаве не так плохо. Давай-ка, иди сюда, тварь. Я выстрелю тебя в голову, бич. Хорошо. Правая нога. Сейчас не перегорело. Что-то они научились на крыше подниматься? Дожили. Снова по лапе. Можно быстрее перезаряжаться? Тут как бы время идет. Давай. Давайте еще раз. Тот застрял в двери. Меня это устраивает абсолютно полностью. И, блин, он мне хоть не такую бить матку язерка. Блин, он хоть не такой убойный. Ждем. Ну, я агай, честно говоря, пахаю. Нифига себе. Нифига себе матка язерка. Да, лови в голову. Заряды не умеют стрелять. Блин, у меня идея, ребята. Вот где пригодится толстячок. Три заряда. Нифига себе. Оно идет сюда. Ему все равно. Ладно. Что-то придет с кислотой, причем очень жгучий. Ребят, ну на эту тварь не жалко, правда? На нее можно потратить. А, блин, мне кажется, она писает на меня. Что-то нам нужно что-то еще мощное, такое задорное. Карабина Гаусса. Ты где, где у тебя слабое место вообще? Ну, голова вроде такая. Пацарь, пацарь вся плохая идея, так голова. Хорошо, мы пока не можем это сделать. Блин, он пытается меня боссать. Это неприятно. Ты помню, что тебя боссать. Все, критический. Победа. Вы are the champions, my friend. Мы победили, ребят? Да, это ваша заслуга. Ну, мы победили в бою, но не на войне так. Хорошо, еще ядер апельсинчик. Почему ты целишься по дальнему? Иногда я не понимаю местный ватс. Местную систему ватс, иногда я просто не понимаю. Ау? Ау? Я тебя как телегузик, я чувствую, которые скачут вне без гравитации. И, блин, как вообще не урон, а то есть, сколько нужно, чтобы выживать. Ну да, они по десятке сносят. Ладно, логично. Х-клетка. Блин, мне нужно снятие всех зависимостей, антирадин, бафаут. Мне нужно что-то, что здесь сопротивление урона. Вот, отлично, мне это подойдет. Да, давно правило использовать наркотики, Евген. Я чувствую, чувствую, кто-то это скажет. Ладно, мы поднимаем гранатометом. Для начала мы отбегаем. Целься, пли! Ну-ка, еще и... Здесь последний два. Надо будет с матки подобрать лут, потому что наверняка с нее что-то выпадет. Все-таки это не ухры-мухры было. Такое, жесткое. Возьми, друзей привели! Ну и как, друзья, еще одного едем краба. Типа, без них было плохо. О, осколочная, ага. Любите осколочные гранаты? Тварь, лови! Чхз, где тот краб, но я брошу грену. Куда-то попадет. Ладно, видимо, нет. Грена потрачена зря. Еще двое. Что-то наносим обоим урон. Иди-ка сюда. Куда убежал? Что-то, я думаю, что другое. Блин, пожалуйста, быстрее. Видишь, как я тебя бьют электричество? Ох, как мы его вскрыли. Это было нечто. Зачистка территории, чувствую, еще предстоит. Так, вот там матка краба. Где наш дорогой товарищ, я не уверен. Где-то в коридорах, наверное, застрял. Надо было воскресить. Потому что потом я его тут искать не буду. То есть он побежал куда-то, куда-то сюда. И тут же и остался алюминиевый банк. Наконец-то нет, все это мне не нужно. Крышка. Может, ты гадаешь, что произошло с этим стрелком? Он где-то тут наверняка полег. Компьютер. Что такое? Ты можешь отправление протекторами, где активировать освещение. Ну-ка. Ну давай. Будем надеть штану. Ох, я не знаю, батарейку возьму. Ну блин, ну где он прячется-то? Ну как так-то? Кейч, куда-то сбежал от нас. О, черт тебя! Вот куда он сбежал. Он тут с королями, я этот краб снеселился. Не знал. Нет, ничего веселее, чем драться с этим крабом. Особенно козет патронов 5.56. Ух, поднять флаг. Все, ребят, готово. Осталось поднять флажок. Мы поговорим сразу с гейджем. И возможно что-то разрешится. Какой-то скальпель. Скальпель, нет, спасибо. А сейчас скальпель может пригодиться. Потому что это сталь. Ну и скальпель, на самом деле, тоже сталь. Поэтому давайте, ребята. Так, а где поднимать ваш чертов флаг? А, там, ладно, пошли, пошли поднимать чертов флаг. Кому же мы отдадим последнюю вочину? Операторам опять. Чувствую, сейчас будет немножечко... Ммм, так сказать, неровно все это. И кто-то сагрится. Гейдж нас ждет в низу. И мир свежести добили. Ребята, так, давайте поговорим и не забудем там матку обобрать. Говорить. Что в меня провалится? У тебя и правда получилось. Я, наверное, наконец-то наш. Полностью. Слушай, что, тебя у тебя держу слово? Я держу слово. Если что-то обещаешь людям, надо слово держать. Вот и все. Так, говоришь, как будто для тебя это плевое дело. Просто пойми, у нас еще никогда не было такой базы. Наша шанс есть, давай не будем останавливаться. По-моему, теперь мы можем наконец-то взяться за сотрудничество. Что? Большие планы, да, Гейдж? Ну зачем же размениваться, помимо чем? Дальше и луну захватим. Ха, нет, пусть уж ей правят зеленые человечки. То, что у нас в серии с ядермер, это хорошо, не вопрос. Но это не все. Просто начало. Этим декорам нужна цель, иначе они перегрызутся между собой. А теперь у нас такой огромный размах. Нам нужно больше. Ну, больше всего. И нам никто ничего не даст. Мы даже сами сюда бить. Разрушится в эти макрощенных поселения. Те не кажется, что они могут нам пригодиться. С самого начала расарказм. Вот что, там я уже стал нравиться тут, в этом уютном маленьком замке. Ты сейчас говоришь, как Кольтер. Помнишь такого? Мы еще его труп недавно в реку скинули. Я в этом не чувствовал. Он бы давать тут сам мало. Ну и посмотрите, к чему это привело. Не нужно бросаться вперед, сномя голову. Давай действовать потихоньку, шаг за шагом. По-умному. Чтобы открыть кусок содружества, нам надо наладить связи с нужными людьми и сколотить армию. Так ведь? Значит, нам пора поговорить с Шенком. Он отстучает за контакты с внешним миром. Он уже выдвигал эту идею, поверь. Он уже даром не рвется с тобой пообщаться. Расскажите о том, с чего начать. Сейчас он является караванами, так что, скорее всего, ошибается где-то в районе рынка. Ему дверь. И что он сделает? Покажет мне, как доить бараминов? Может быть. Ты себе же попробуешь. Просто иди, поговори с ним. Он подтвердит, что нам вполне хотим отхватить кусок содружества. А пока что тут дал поддетам задание. Найдет работу электростанции и ядер мира. Но пора вставить свет. Пусть люди видят. Мы здесь за дело всерьез. А если ты хочешь, чтобы я ей дашь, что я сопровождал, пожалуйста. Большой тур. И нам дать достижение. С соответствующим названием. Что же, ребята, мы это сделали. Вы думаете, это конец? Вы думаете, мы закончим? Нет, мы сейчас отправимся. Поговорим с любителем доить бараминов. Дом милого решения. Так, так, так. Крышка, патроны, мясо, матки. И что это такое? Это, ну, на самом деле, у меня оружие не хуже. Так что. Так что вот так вот. Хорошо, знаете, спрятанные изображения. Изображения потом будем искать. А тут очень слишком много. Слишком сложно. Так что давайте отправимся. Для начала возьмем это задание. Дом милый дом. Это все допы. Я не думал, что они что-то нам конкретное... Все это допы, которые бесконечно даются. Помните, как раньше было там от других фракций. Типа минитменов. Выдавались бесконечные доп-задания. Там, правда, цель была в этих домах. Что в итоге ты можешь, как бы, за их компанию пройти. Тебе будут давать достижения. Ну, ладно. Это уже, как бы, другое дело. Ну-ка, ребята, пора поговорить с Шенком. Ты не поможешь... Хотя нет, он выглядит довольно грозно. Только посмотрите, кто тут у нас. Не знаю, это хорошо, босс. Банда довольна своими новыми владениями. Но кому-то отдал больше, кому-то меньше. Такими радостными я их не видел с того дня, когда в питьевую воду кто-то подмешал препараты. И раз ты стоишь тут с нашим любимым циклопом... Стоишь тут с нашим любимым циклопом, значит, он считает, что тебе под силу наладить работу Паркер. Как долго вам пришлось тебя убеждать, что уже пора напасть на Содружество? Я никого не уговариваю, просто дружески общаюсь с людьми, схожих со мной взглядов. Думаешь, он меня убедил? Я пока не знаю, предложил он, решаю я. Давай-ка кое-что проясним. Он только предложил, это мое решение. Ясно, но не так важно, чья это идея. Главное, что она хорошая. Раздавая банным участки земли в парке, созовешь их расположение. А вот есть с нашим собственным владением в Содружестве. Помогут лучше способ упрощить свой аксоритет. Не говоря же о том, что мы на этом хорошо нагреваем руки. Если это интересно, он только скажи, и мы приступим к работе. А у тебя, как король, я хочу принимать его причаять вред людям. А у тебя, как король, я хочу узнать, какую роль ты играешь в этом деле. Я весь внимание. Ты из какой банды, а у тебя какая? Тебе какая выгода? А какая тебе выгода то, что ты мне помогаешь? Ну, Кольтер обеспечил меня всем необходимым. Я не сжатый, но учтите такие организаторы, как я, большая редкость. Все, что меня надо, чтобы я и дальше мог вести привычный образ жизни. И получил кусок от пирога, который здесь мечтает все. Сотружество. На самом деле, понимаете, да, организаторы это... На самом деле, хороший организатор действительно редкость. И я таких, ну, знал о чем акту реально могу все организовать. Ну, есть хорошие, но очень нервные. А, ладно, так все. Приступаем. Я не хочу принимать ответ людям. Приступим, чего нет? Ладно, давай приступим. Отличная новость. Шарик, не шутят. Это будет действительно весело. Чтобы закрепить саду, что нужны три вещи. Территория, припасы, преданность. Территория, нам нужно заводить в поселение. Форпост для нашей банды. А заполучить территорию можно и освоить. Ты можешь нанести с жителем визиты, убедить их, уйти. Либо я соберу народ твоего вместе и их всех замочу. Ты выбирай твое первое большое решение. Думаешь, все-таки поговорить с ними, чтобы они ушли, или с отнимок в порошок? Вот, ты же знаешь, чем я хочу заняться. А в чем разница? В чем разница между этими подходами? Ну, если ты нападешь на бассейнце, мне сказать, соберут ополчение. Но этот способ гарантированно позволит захватить землю. Вполне вероятно, в ответ на предложение уйти, я не пошлю тебя куда подальше. А может быть, опять же, этим деньги. Если они тебя не будут бояться, то взломят дикую цену. Кроме того, достаточно много проблем в поселении. Гули, дитя, там, ну ты понимаешь. Эти сто разговаривать не будут, так что с ними стоит избрать агрессивный подход. Так сможешь лучше спланировать операцию. Уговорить. Я помню с ним. Уговорю их уйти. Я не против. Как поднимешь там сигнальный флаг, я пришлю людей. Так, причем организовывать форпост, тебе придется решить, кому он достанется. Не забывай, что если какой-то манн стоит на один форсбой, с чем-то, то у других этого просто не будет. А никто из бандитов не хочет хоть чем-то уступать с опеком. Так что, имею в виду, когда будешь разводить, раздавать территорию. Какую манну поставить к тебе, когда ты захвачиваешь территорию? Стая операторов. Пошли адептов. Да? Так давайте что-нибудь непомакаемое. Наверняка девочки будут рады забрать руки в крови. Ради благого дела, конечно. Чё, да ради какого угодно дела. Остается нам выбрать цель. Когда выбираешь место для нового форпоста, самый главный момент, это сколько вокруг поселения. Ведь наши людей кто-то должен кормить. Ночный домик Таффингтона, сомняк Круппом, питомник Гринтоп. Патагонка, и она с этими местами, насколько я помню, много ферм, где можно брать провиант. Хотя надо бы светиться с записями, а то вдруг память меня подводит. Светиться с записями. В некоторых поселениях определенное количество операций привести не получится. Ну что? Так, первая база. Есть хорошие цели. Нельзя будет определённых писать. Давай. Ну что, на кого будем нападать? Так, теплица Гринтоп, Кантри Кройсинг, Ферма Финча, Патагонка, Ресторан Старлайт. Ресторан Старлайт. Нормально, да? Доволен? Стоп, это же твой поселений босс. Точно хочешь на него напасть? Лучше выбрать другую цель. Конечно. Так, хорошо. Изменить тактику. Какая у нас... Так, сейчас... Так, теплица Гринтоп. Жители покинут вкусения. Хорошо, думаю, получится. Чтобы они сваляют сюда, можешь приезжать им крышки или запугать. В любом случае, чем сильнее напуганно, тем легче с ними работать или дешевле их подкупить. Гринтоп из-за пиратов, у него какая-то найдется игрушки, с помощью которых можно не прогнать. И да, запомни. Чем больше присоединений, чем больше там укреплее, тем сложнее выбить оттуда жителей. Припугни их как следует, босс. Давай. Что-то случилось, Гейдж? Нет, босс, никаких проблем. Я просто хочу что сказать. Знаешь, мне страшно нравится, что мы так с тобой сработались. Я передал я демни в твои руки. Надеюсь, что из тебя будет хороший босс. Похоже, мне вообще не стоило волноваться. Ты умеешь представить за себя? Это далеко не о каждом можно сказать. Но ты еще... Я удовольствие от всего этого получаешь. Кроме того, ты никогда не откажешь мне в помощи. Я тебе доверяю. А это я мало о ком могу сказать. Я с тобой. Я знаю, босс. Совершил пару ошибок. Хорошо, бывает. Вступил в 16-й эпоху, хотел помочь. Он уже рассказывает эту историю, кстати, про бану. Я не знаю, она опять рассказывает... То, что мы знаем, что он вступил в банду, потому что его родители... Потому что он видел, как деревню родную грабят. И он подумал, лучше быть сильными. Так что как-то так. Наивысший уровень... Ладно. Сексапиля? Черт тебя! Я... У меня... Ой, бог там, я заслужил достижение. Извините, у меня шок просто. Почему у меня ни с кем этого не было? С роботом, у меня этого не было. Вернее, с детективом. Валентайном. Теплица. Грин. Топ. Дом. Милый дом. Это дом заданий, кстати, поговорить с Лизей. Или какой... Да, с Лизевой. Получить добычу банду. Давайте получим добычу банды. Найти контейнер с боевой броней. Ну, это все потом. Это все будет позже. Так, хорошо. Салон. Поговорить с Лизевой. Кстати, а где добычу-то получать, мне интересно. Получить добычу банды. А, видимо, нужно приходить и получать. Ладно, давайте потом туда придем. Хотя, давайте телепортируемся и побываем везде. Ну, Лизи, давай с тобой поговорим. Боская приятная встреча. Что она сказала, что тебе понадобится что-нибудь, чтобы помочь найти отношения с людьми и содружества. Да, уметь тоже тебе нужно. Феромоны, что ли? Я смотрела пара игрушек, которые могут тебя найти. Общий язык с этими дураками. Взамен просить только об одном. Не забудь про операторов, когда будешь раздавать земли там за горами. Что у тебя есть? А что именно у тебя есть? Во-первых, уме есть штука, которая помогает манипулировать целью. Самодельное зелье. Оно от человеческого феромона страха. Вы же одной из таких играт по дной к кому-нибудь человеку, и он сразу станет в спрючок твоим аргументам. Чтобы эта штука работала, мне нужно было сделать формулу очень специфичной. Поэтому они не подействуют людей в больших играх, таких как Банкер Хью или Даймонд Сити, а также на караванщиков. Но марки, в связи с одной стороны, такие штуки должны дать тебе огромное преимущество. Бомб и вонючки. Чего детства? Ты просто попробуй. Я думаю, что это тебя порадует. Вот он где-то пойдет только на одну порцию, но ты можешь взять чертеж и дать сделать эту штуку самостоятельно. У второй мерзаводки очень большой спектр применения, чем гранат. Вдохнет, преподобал раз, тогда все твои совместения с большей вероятностью будут выполнять твои просьбы. Кроме того, почти до нуля снизу рисков, возникновение независимости, так что ее можно использовать много раз. Вот, найти ингредиенты будет непросто. С помощью этой штуки и гранаты, ты без права возьмешь хотя бы одно поселение. А что вам придется думать о следующей партии? Только не забывай про нас. Сука, будешь раздавать, да? Я не забыл. У меня и так дар убеждения на максимуме, так что... Красноречие, вернее. Не дар убеждения, а красноречие. Так что, блин, мы справимся. А я не зря пришел, навар хорош. Крышки, патроны, такие патроны. Ядер, колы очень много. Так, это что такое? Нафига мне ваши билеты, кетер, аркадий, короткий самодельный карабин. Ладно. Свинцовая. У вас слишком много всего. Бесшумный, продвинутый. Пистолетовый. Давай-ка, стой, оценивать оружие. Ну-ка. Продвинутый пистолет. А где у меня другой 10-миллиметровый? Это что-то выглядит так, знаете, сурово. 37 урона, скорострельность, дальность. Урон 37. А какой у нас сейчас? Нашего пистолета найти еще нужно. 32. Выбросить, все. Это дерьмо, ребят. По сравнению с тем, что у нас будет сейчас, тот предстоит был дерьмом. Так, отлично. У нас есть теперь еще одно оружие. Короткий самодельный карабин, для которого есть патроны. Причем патронов нету. Посмотрим. Для плазмы-то уже есть, для тактически усиленный гладкоствольчик. Так, ну-ка, хорошо. С весом у нас. Ну, а с одеждой что? Каска, механина. Ну, ладно, это все нам нужно. Нужно что-то выкинуть, ребята. Нужно что-то хлам. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Тяжеленько, высотять по весу. Вот так-то. Отгружать идти неохота. Скипидар, ты тяжелый. Вываливать алюминиевый поддон. Слишком тяжело. Чтобы это таскать на себя алюминий. Ну, вещь полезная. Выкидывать как тяжелко. Проводка. Ладно, давайте пойдем, короче, броню нашу чинить. Пойдем чинить броню. Я знаю, раз перевес, но... Получить добычу с сухого ущелья. Давайте пойдем чинить броню. Мы не можем? Длишком много вещей. А, Гейдж, где Гейдж? Что это такое кресло из гуля? Нельзя в силу и броню выполнить, черт возьми. Это даже не живой человек. Ну, ладно. Гейдж, это ты? Радер стабилен на джекер. Стремный, давайте я его уйду. Так, хорошо, нет, нам надо разгрузиться. Это обязательно. Еще ништячки. Старый карабин в утиль. Этот возьмем. Бог ты бой, какие вещи нахожу. Для 50-го калибра у нас такие были? По-моему, нет. Верей, оружие такое было? Нет. Что ж, ребята, мы с вами почти на месте. Где мы находимся? Мы находимся в пост наблюдения Браво и теплицы Гринтуб. Это практически с севера. Остачная оконечность карты. Ладно, идем. Это что-то прямо оконечность, оконечность. Ну, ладно. Мы используем гранату, да. Это в топ-заданиях указано. Поэтому почему бы и нет. Не хочу, чтобы мы его провальным засчитали. Необычная машина. Представляет, как в космолете ехать. Вообще говоря, что такое может быть, что машины в какой-то момент начнут делать на монет таких, знаете, 60-х годов. Типа потому, что все новое. Это хорошо забыто старое. Ладно. Поселенец, как я понимаю. Ну-ка. Эй, ты. Да? Что тебе надо? Уходить неверно. Тебе стоит уйти. Сюда отправляется отряд рейдеров. Мы люди. Но если вы прямо сейчас отсюда уйдете, обещаю, никто не пострадает. Уходите, забрайте наш дом. Слушайте, я не хочу вас злить, но вряд ли вас что-то получится. Это же наш дом. Так, надо попытаться быть бурюбедительным. Пожалеете, я хочу тебе помочь. Слушай, опытаешься вам помочь. Уходите, пока не поздно. А, вот так значит, так хорошо. Забирай, это поселение теперь твое. Круто, смотрите, теперь вы можете использовать мастерскую в следующем пункте. Круто, но мы захватили, да, доволен? Брось, да, мы это сделали, соорудить сигнальный флаг для вашей банды в мастерской теплицы. Так, структура особая. Так, структура особая. Рестаграем такие структуры, мебель, украшения, оборона, рейдеры. Вот, рейдеры в флаге. Сигнальный флаг операторов, встаем. Нам операторы помогли, и они просили, как бы, это запомнить. А почему мы не можем... Как это? Как это работает? Как делать? Хочу флаг. Как ты делаешь флаг? Я жму Enter, ничего. Не знаю, как делать флаг. Как же... Как я не люблю крафтинг, ребят, честно. Как я не люблю крафтинг в этой игре. Я считаю, что это просто худшее, что... Могли придумать Fallout 4, запихнуть... Давайте подругу контроллер и попробую. С контролем, кстати, крафтить несколько. Проще. Я не понимаю, почему я не могу крафтить? Создать. Почему-то вот рейдер в флаге. Тут появляется какая-то менюшка. Типа, что, этот нельзя создать? Создать, пост... Ну, это реально бред. Что я не могу его создать? В чем проблема? Я не понимаю. Я отказываюсь понимать, в чем проблема. Может, то, что я в броне нахожусь? С контролем, кстати, играть довольно прикольно. Стрелять, я вот даже не знаю. Вот, играть это такое тут. Да, может быть, вот нет, не в этом. А, странно. Еще здесь даже вообще меню не отображать. Что я делаю? Неправильно. Чем? Я не устраиваю. У меня есть ингредиенты и все, что нужно. Это кое-что, что управление, кстати, более отзывчиво с этой штукой. То есть, на клавиатуре все время как-то он торпотормаживает. А здесь как-то он удобный, такой быстрый и резко, как пуля, дерзко. Пойдем будем еду готовить. Так, стейк из кроккоп. Уже люблю готовить напитки. Клейстер с супой. Ну и все, мы с вами наготовились. Я не знаю, что делать. А, тут надо было на V открывать. Господи, ненавижу местный крафтинг. Ну ладно, что ж поделать. Вот как надо. И тут, походу, только можно адептов лак стать. Почему только адептов? Непонятно, опять же. То есть, все вроде соблюдено. В общем, ну, странно. Опять же, местный крафтинг. Да, я же мой любимый бой. Что тебе? Да ничего мне не надо. Я просто сделал то, что должен был. Сейчас, сейчас с ним говорить. Адепт, что такое? Ничего особенного? Ну, пойдет. Чем раньше появится припасы, тем лучше. Теперь можешь пойти рассказать всем, как все прошло. Ну вот, я с тобой встретился, и мы поговорили. Говорить с Шенком. Ну, как я понимаю, это все, как бы, мы справились, да? Да, это все, как бы. Ну да, кстати, все. Так что, да, теперь отправляемся обратно говорить с Шенком. Дом, милый дом. Нужно вернуться к нему туда, на нашу базу. Перемещений как-то очень много, честно говоря. Ну, такое дело. Это дело такое. Пошли в ядер, мир. Ку-ку, Шенк. Как дела? Давай, стой, поболтаем. Так-то? Тут прошел случай, что я их грозный босс заявился в одной из поселений Содружества. Пообщался... Блин, бог ты мой, ну я толкнул. Пообщался с жителями, и те решили убраться оттуда куда подальше. Неплохо. Неплохо для начала, что-то возьми. Я обладаю в том, что твоя доля крышек с форпостой ждала тебя в твоем доме. Так, с первой фазой план разобрались. Вторая фаза припасов. Так что, если ты надеешься уезжать на твою территорию, надо сделать так, чтобы поселение, по-настоящему, начали прислать ребятам припасы. Я позаботился о том, что вы эти грузы отправили прямо на форпост. Все полученные крышки, мы отнесем в твой сундук в доме на фистопе. И чем больше производят поселения, тем больше дани мы сможем из него выбить. Опять же, как действуете, шатя? Можешь попробовать уговорить их добро не расстаться с припасами, а можешь для страстки поселить пару коленок. Чем же критить себя коленками? Договорюсь. Я уговорюсь с имя. Я уговорюсь, и отдать то, что нужно. Разумеется. Какая бата будет прислать за поселением? Когда ты оставишь жителей подчиниться? Ста операторов. Ста. Ста. Я не против. Значит, осталось только выбрать цель. Единственное условие, оно должно быть рядом с форпостом нашей базы. Не а то поселение не станет платить дань, если рядом нет никого, кто бы угрожал им с бучкой за неповиновение. На карте в том пип-бой показано, какие поселения находятся в пределах достигаемости форпоста. Стоит нагрянуть в потагонку, но сначала проверить свою изумку про нее. Ну, как что? Какая у нас цель? А, потагонка. Это же... Ты доволен? Да, это нам подойдет. Уговорить их в припад. Да, да, я понял, уговорить. Отмечено, хорошо. Хорошо, включить ради... Хорошо, включим. Нужно будет поставить радиоприемник. Что же, спасибо вам за просмотр. Смотрите, мы немножечко развиваемся. Теперь, наконец-то, интересная часть. Захват поселений. Поселений, это уже круто. Это уже круто. И да, ребят, тут есть такая проблема, что... Не проблема, а скорее такой факт. Если вы помогаете, помогаете рейдерам, то минитмены вас возненавидят. Так что квест минитменом становится закрытым. Ладно, ребят, все. Спасибо за просмотр. Можете поставить палец вверх, подписаться на канал, если вы новичок. И досмотреть до конца. Ну и сделать репост в ВК. Себе на страничку. Пока.